Глава восьмая. Так сказали Тахиль, Авелиш и Хаковиц, Баламу Кице, Баламу Акабу, Маху Кутаху и Ики Баламу. — Идите, поднимите нас, не оставляйте нас здесь. Нам нельзя оставаться здесь. Унесите нас в какое-нибудь потаенное место. Заря уже приближается. Разве не будет для вас бесчестьем, если мы будем захвачены в плен вашими врагами внутри этих стен, где мы находимся по вашему желанию? — О, владыке страха перед Богом и устроителе жертвоприношений. Унесите тогда каждого из нас в безопасное место. Таковы были их слова, когда они говорили. — Очень хорошо, мы отправимся, мы пойдем искать потаенное место в лесах, — отвечали они все вместе. Немедленно после этого они взяли богов и вызвалили их на свои спины, и каждый взял принадлежащее ему божество. Таким образом, они несли Авелиша к ущелью, называемому Ущелье Сокрытие. Так они назвали его. К большому ущелью в лесу, называемому теперь Павелиш, и там они его оставили. Он был оставлен в этом глубоком ущелье Баламом-Акабом. После этого, как был установлен в стороне первый по порядку бог, они перенесли затем и Хаковица. Он был установлен на большой огненной горе. Хаковица называется теперь эта гора, на ней затем был основан их город. И так там находилось божество, называемое Хаковицем. Таким же образом, как и Балам-Акаб, Мах в кутах остался около своего божества, которое было вторым божеством, спрятанным ими. Но Хаковиц находился не в лесу. На горе, лишенной растительности, был спрятан Хаковиц. Тогда отправился Баламкицы. Он отправился туда, к огромному лесу. Баламкицы отправился спрятать с Тахиля на горе, которая теперь именуется Патохиль. И они восхваляли укрытие в ущелье убежище Тахиля. Большое количество змей и огромное количество ягуаров, гремучих змей, и Ехидн жило там, в этом лесу, где был спрятан владыками страха перед богом и устроителями приношений Тахиль. Баламкицы, Баламакаб, Маху-Кутах и Ики-Балам находились вместе. Вместе ожидали они зари там на горе, называемой Хаковиц. А на очень недалеком расстоянии находились боги людей Тама и людей Илока. Амак-Тан называлось место, где находился бог людей Тама. Здесь началась для них заря. Место, где люди Илока ожидали зарю, называлось Амак-Укинкат. Там находился бог людей Илока. Он был на небольшом расстоянии от них, на горе. Там находились также все люди Рабиналя и Кокчайкели и люди из Цихинаха, все малые племена и большие племена. Да, они пребывали все вместе, неподвижные, ожидая наступления зари, совместно ожидая подъема большой звезды, называемой Ико-Ких, которая поднимается как раз перед солнцем, когда наступает заря, согласно сказанию. Вместе находились тогда там Балам-Кице, Балам-Акап, Маху-Кутах и Кибалам. Не было для них сна, не было покоя, и велика была тоска их сердец и их желудков о наступлении зари, о наступлении дня. На их лицах было только уныние, огромная печаль и великая подавленность опустилась на них. Они были совершенно подавлены страданиями. Они зашли так далеко. О, как плохо это, что мы пришли сюда. Если бы только мы могли увидеть восход солнца. Как это мы сделали? Зачем отделились от подобных нам в наших горах? Восклицали они. И много беседовали друг с другом, полной печали, исполненной уныния, с громкими возгласами горести. Так они говорили. И никак не могли успокоить свои сердца, тосковавшие о наступлении зари. Боги сидят в ущельях и лесах. Они находятся среди ползучих растений и мхов. У них нет даже сидения из досок, говорили они. Первыми из богов был Тахиль, Авелиш и Хаковиц. Велика была их слава, их сила и их могущество над богами всех других племен. Многочисленны были их чудеса и бесчеркны их средства и их пути. И поэтому их существование вызывало страх и ужас в сердцах племен. Но Баламкицы, Баламакаб, Маху-Кутах и Кибалам успокоили их желания. Они не чувствовали в своих сердцах страха перед богами, которых они получили и тащили на своих спинах, когда они шли туда из Тулан-Суева, туда, где восходит солнце. И вот находились они боги там, в лесу. Сакирибаль-Патахиль, Па-Авелиш, Па-Хаковиц, так называется теперь эта местность. Там же наши праотцы и наши отцы стали владыками, и там засияла для них ранняя заря. Теперь мы расскажем о наступлении зари и о появлении солнца, луны и звезд. Баламкицы, Баламакаб, Маху-Кутах и Кибалам были очень счастливы, когда они увидели утреннюю звезду. Она поднялась первая, с сияющим ликом появилась она перед солнцем, а оно следовало за ней. Немедленно они развязали свои курения, которые они доставили с востока, надеясь в душе, что они смогут позже пригодиться. Тогда они раскрыли три дара, которые они намеревались преподнести в жертву в знак благодарности своих сердец. Курение, которое доставил Баламкицы, называлось Маштампом. Курение, которое доставил Баламакам, называлось Кавистампон. А курение, которое доставил Маху-Кутах, называлось Кабавильпом. Таковы были три благовонных смолы, которые они имели, и они зажгли его, когда начали танцевать, обратясь лицом к востоку. Они плакали от радости, когда они танцевали и сжигали свои благовония, драгоценные благовония. Потом они горевали, потому что они еще не видели и не созерцали восходы солнца. И вот тогда взошло солнце. Малые звери и большие звери были счастливы. Они подняли из берегов рек, в ущельях и на вершинах гор, и все поспешно обратили свои глаза туда, где вставало солнце. Тогда зарычали пума и ягуар. Но первой залилась песней птицы, называемая Келецу. Воистину все звери были счастливы. Орел и белогрудый коршун, малые птицы и большие птицы распростерли свои крылья. Они же, владыки страха перед Богом и устроители жертвоприношений, опустились на колени. Велика была радость владык страха перед Богом и устроителей жертвоприношений, людей Тамо и Лока, людей Арабиналя, Кокчекелей, людей из Цихинаха и из Тухальха, Учабаха, Кибаха, людей из Батана и Яки-Тепеу. Всех этих племен, которые существуют теперь. И сосчитать людей было невозможно. Свет зари упал на все племена в одно и то же время. Сразу же поверхность земли была высушена солнцем. Солнце было подобно человеку, когда оно показалось, и его лик пылал, когда оно высушивало поверхность земли. Перед тем, как поднялось солнце, поверхность земли была влажной и илистой, ведь солнце тогда еще не взошло. Но затем солнце поднялось в первый раз и было подобно человеческому существу. И зной его был непереносимым, хотя оно только еще показалось в тот момент, когда оно было рождено. То, что осталось в настоящее время, это только лишь отражение в зеркале. Конечно, это было не то самое солнце, которое мы видим теперь. Так об этом говорится в их древних сказаниях. Немедленно после появления солнца Тахиль, Авелиш и Хаковиц превратились в камень вместе с божественными существами. Пумой, Ягуаром, Гремучей Змеей, Ехидной и Белыми Чудовищами, находящимися среди древесных ветвей. Когда появилось солнце, луна и звезды, все подобное превратилось в камень. И, может быть, нас теперь не было бы в живых из-за этих хищных зверей. Пумы, Ягуары, Гремучей Змеи, Ехидны, а также Белого Чудовища. Может быть, мы не могли бы наслаждаться теперь дневным светом, если бы эти первые животные не были превращены солнцем в камень? Когда солнце поднялось, сердца Баламкицы, Баламакаба, Маху-Кутаха и Кибалама были исполнены радостью. Велика была их радость, когда наступила заря. И там, в этом месте, было немного людей, только лишь малое количество их находилось там, на горе Хаковиц. Там пришла к ним заря, там они зажигали свои благовония и танцевали, обращая свои взгляды к востоку, откуда они пришли. Там находились их горы и их долины, откуда пришли Баламкицы, Баламакаб, Маху-Кутаха и Кибалам, как они именовались. Здесь, на горе, они умножились, и здесь возник их город. Именно здесь находились они, когда появились солнце, луна и звезды, когда наступила заря, и когда осветилось лицо земли и весь мир. Здесь же они начали свою песню, которую они называли «Наш голубь». Они пели ее и выражали в этой песне скорбь своих сердец и свое самое сокровенное. «Увы нам, мы были уничтожены в тулане, мы были разъединены, и там остались наши старшие и младшие братья. Да, мы видели солнце, но где теперь они, когда наступила заря?» Так говорили они, обращаясь к владыкам страха перед Богом, устроителям жертвоприношений из племени Ияки. «Ведь тот, кто называется Тахилем, является тем же самым Богом Ияки, и имя его Йолькаут, Йолькуат, Кицалькуат. Мы получили его в тулане, в Суева, с ним оттуда мы вышли, и там был создан им наш род, когда мы вышли». Так говорили они друг другу. И они живо вспоминали своих старших братьев и своих младших братьев, людей Ияки, которым заря пришла туда, в страну, называемую теперь Мексикой. Кроме того, честь людей осталась там, на востоке. Они называются Тепео-Алеман. «Мы потеряли их навсегда», — говорили они. Они чувствовали большую печаль в своих сердцах там, в Хакавице. Огорчены также были и люди из Тамо и Илока, которые также находились там в лесу, называемом Амагдан, где взошла заря для владык страха перед Богом, и у строителей жертвоприношений Тамо вместе со своим Богом, который также звал Сатахиль, потому что у трех ветвей народа Кичи было одно и то же имя Бога. И такое же имя имел и Бог людей Рабиналя, потому что мало разницы между именем Тахиль и именем Хун-Тох, как называется Бог людей Рабиналя. Из-за этой причины, так говорится, они желали приравнять свое наречие к наречию Кичи. Речь же, как Чикелей, однако, отлично от них, потому что имя их Бога звучит по-иному еще с тех пор, как они пришли оттуда из Тулан-Суйва. Цациха-Чималькан было имя их Бога, и по сей день они говорят на отличном от Кичи языке. И от их Бога также произошли имена родов Ах-Пацациль и Ах-Пашахиль, как они называются. Речь Бога также изменилась с тех пор, как они получили своего Бога там, в Тулане, около камня. Их речь изменилась, когда они ушли из Тулана в темноту. Они были все вместе, когда наступила для них заря, и засиял свет над всеми племенами, но имена божеств остались в каждой группе теми же самыми. Глава десятая. А теперь мы расскажем об их пребывании и промедлении там на горе, где четверо, именуемые Балам-Китце, Балам-Акап, Маху-Кутах и Кибалам находились вместе. Их сердца печалились по Тахилю, Авелишу и Хаковицу, которые по их вине все еще находились среди ползучих растений и мхов. Мы расскажем теперь, как они решили совершать Тахилю жертвоприношение, когда они появились перед Тахилем и Авелишем. Они отправились посмотреть их, они отправились приветствовать их и воздать пред их лицами благодарность за наступление зари. Боги же блистали среди скал там в лесных зарослях. И благодаря своему магическому искусству, говорили они, когда владыка страха перед Богом и устроителей жертвоприношений появились перед лицом Тахиля. И благодаря своему магическому искусству, говорили они, когда владыка страха перед Богом и устроители жертвоприношений появились перед лицом Тахиля. Они не принесли с собой больших даров или необычайных жертв благовоний, столько сосновую смолу, а также смолу, называемую рача-кнох, и траву по имени Я. Сожгли они перед своими богами. Тогда Тахиль заговорил благодаря чудодейственной силе. Он сообщил владыкам страха перед Богом и устроителям жертвоприношений предначертания богов. И вот что Боги сказали. Поистине, здесь будут наши горы и наши долины, и мы полностью принадлежим вам. Велика будет наша слава и судьба над всеми многочисленными людьми. Вашими же будут все отдавшиеся в наши руки племена, потому что мы будем всегда с вами. Заботьтесь о вашем городе, и мы будем давать вам советы. Не показывайте нас перед племенами, когда мы будем разгневаны словами, идущими изо ртов их, или их поступками и поведением. И не давайте нам впасть в какую-нибудь западню. Приносите нам только создание лесов, создание пустынь, только самку оленя и самок птиц. Приходите и приносите нам немного вашей крови, имейте к нам жалость. Вы можете иметь шкуры оленей и оберегать нас от тех, чьи глаза вводят нас в заблуждение. Итак, пусть шкура оленей будет нашим символом, который вы будете показывать перед племенами. Когда спросят вас, где тахиль, покажите оленью шкуру перед их глазами. И не показывайтесь им сами, потому что вы будете иметь другое. Что делать? Велико будет ваше положение. Вы будете главенствовать над всеми племенами. Вы принесете их кровь и их сущность пред наши лица. Они должны прийти к нам, принадлежать полностью нам, обнять нас. Так говорили тахиль, а велишь их оковиц. Они, боги, имели внешность юноши, и когда те, кто явился вожечь пред их лицами куренья, увидели их. Тогда началось преследование птенцов, всех птиц и молодых оленей. И владыки страха перед богом и устроители жертвоприношений устроили поиски. И когда они находили птенцов и молодых оленей, они сразу же отправлялись намазать оленей и птичью кровью рты камней тахиля и овелиша. И как только кровь была выпита, богами камни начинали говорить, когда приближались владыки страха перед богом и устроители жертвоприношений, когда они приближались, чтобы поднести свои воскурения. То же самое они делали и перед их богов с символами, сожигая травы Ия и Холома-Кош. Символы каждого из божеств находились там, где они были помещены, на вершине горы. Но они сами, Балам-Кица, Балам-Акап, Маху-Кутах и Кибалам, не жили днем в своих домах, а бродили по горам и питались только лишь личинками слепней, личинками ос и личинками пчел, за которыми они охотились. Не было у них ни хорошей еды, ни хорошего питья. Не были известны дороги к их домам, и никто не знал, где находятся их жены. Символы каждого из божеств.